Девушки отдыхают Мы запустились в Hotline Jambox выпуск 28 в прямом эфире Первый выпуск нового сезона Все те же лица с вами Женя Ольхова, Илья Овчаренко и Стас Ломакин Привет! Сегодня мы будем обсуждать игры, в которые мы играли летом События, в которых нам удалось поучаствовать И кратенько прогоним наши ожидания от предыдущего сезона Куда же без этого? И помните, что нам можно позвонить в любую минуту Добавив в контакты вашего скайпа hotline.gmbox Пишите по-английски Итак, лето закончилось Жду Заранее хочу извиниться за мой не совсем здоровый голос Немного болею Надо объявить, что в контакте у нас проходил конкурс В конкурсе победил никто иной, как Юр Каминаев Юра В интернете много интересного вопроса Добавляйте, короче, в нашу группу Может, опаздывать перестали Да Да Лето закончилось Не могу сказать, что в нашем случае оно было В той или иной степени богато на разные события Мы были в куче мест, видели кучу игр Были на A3 в Лос-Анджелесе Об этом наш предыдущий выпуск 27-й, посмотрите его, если не видели И были в Монтвелье, были в Мадриде, были в Лондоне Были, в конце концов, в Кёльне на Gamescom И давайте... Но лучшее было в Амстердаме И в Минске Да Отлично В Минске Давайте начнем с того, что мы видели этим летом И что нас больше всего заинтересовало Геймском Если вы не видели наши дневники, то я вам советую их посмотреть Но все-таки хотелось бы... Решил начать с конца Почему? Геймском Вот Пелье и Мадрид были до... Ну, не важно Геймском на самом деле центральное событие Очень ценное замечание Илья Так вот По итогам Геймскома у всех свои фавориты Несмотря на то, что мы выкладывали богатые материалы И репортажи, интервью и так далее Стас Ты как человек, который не очень любит большие скопления людей И игры, которые для этого скопления людей предназначены Call of Duty или Main Street Да, да, да Расскажи, пожалуйста, у тебя неожиданный фаворит Да И к тому же это была вообще первая игровая выставка зарубежная, на которой я побывал Короче говоря, начну с мелочи Я поиграл в игру под названием Reign для PS3 Давно мечтал Это ожидаемо И тогда это ожидаемо Моим главным фаворитом и вообще лучшей игрой выставки Я не знаю, насколько разошлись там мнения Для меня лучшей игрой выставки стал Titanfall С ним связана очень прикольная история Я в какой-то из дней Gamescom целый день провел на стенде Electronic Arts в пресс-зоне У меня было назначено интервью по Titanfall И ко мне подходят разработчики там с пиарщиками Мне говорят, ты в игру ты играл, чувак? Я говорю, нет, чуваки, не играл в игру еще Ну давайте как-нибудь без этого интервью проведем Мне в общем дали там какого-то спикера Я ему задал свои дебильные вопросы После этого я пошел, поиграл в игру И в общем спустил в унитаз вопросы Ответы эти, которые я задавал Потому что на самом деле, если вы не играли в Titanfall Или не видели хотя бы какой-то развернутый footage In-game А насколько я знаю, его нету То вы не знаете, что это такое То есть я хочу подробнее остановиться Все-таки на этой игре, потому что она реально эпик К примеру, что меня там поразило Там в трейлере и всяких видосах было видно Как чуваки бегают по стенам Делают какие-то двойные прыжки Мне казалось, что это в современной какой-то манере Так называемой gameplay sequence То есть там где-то можно делать, ты это можешь там делать То есть вот эта стена, по которой можно бегать А это не та стена, ты по ней не можешь бегать Таких стен в этой игре 10 штук, извини Не зацепляется Да, не цепляется Потому что нельзя Вот И когда я сел играть, сыграл две партии с другими журналистами Даже журналисты на Gamescom не смогли сыграть Titanfall Точнее это сделали не все Каждому надо было простоять там полтора-два часа очереди в пресс-зоне Стас То есть паутина отталкиваясь от стен передвигаться по улицам Там небольшого уровня Но это произвело неизгладимое впечатление Потому что настолько интересной физики и игрового процесса я не видел Потому что по технологиям, по всяким перестрелкам Это можно сказать Battlefield или Call of Duty На роботе ты ездил? Я ездил на роботе, да И помимо вот этих технологий Battlefield и механик Battlefield связанных с стрельбой Там еще есть огромные роботы На которых ты чувствуешь себя просто как царь Вот казалось бы Что может быть вторичнее, чем игра В заголовке которой Шутерок про роботов Titanfall Это все очень смешно Крестоматийно выглядело Но в итоге игра меня на самом деле вот так вот приколила Насколько я над ней усмехался до этого В итоге она меня очень сильно удивила И я теперь Как написал С 2014 года Хочу, чтобы он поскорее начался И так далее Как написал Тони Водкинс Региональный директор Electronic Arts Russia Game of the Year По-моему она же в этом году выйдет Нет, она выходит в 2014 году В этом самая трагедия Жалко И моя тоже теперь Ну По поводу трагедии мы поняли А по поводу комедии Что тебе там У нас вообще было весело То есть Да, у нас было весело Как минимум То есть к концу Gamescom Да, я уже просто устал от людей На самом деле у нас одна делегация Ездила от Microsoft Одна от Sony А Стас у нас был Вольный стрелок И вообще И вольно стрелял Да, и вольно стрелял И ходил куда хотел И стоял в двухчасовых Очередях На Titanfall Я-то ездил от Microsoft И видел в общем-то Всю основную их линейку Включая Titanfall К Стасу мне добавить нечего То есть После Titanfall Тот же Battlefield Который в общем конечно Великий там И так далее Смотрится несколько Медленно И заторможен В остальном Я был на Xbox Community Party Это типа мероприятие Для журналистов И людей Которые прям дико любят Xbox По всему миру Они там типа трендсеттеры И так далее И так далее И тому подобное И там Ну помимо каких-то Очевидных Возможностей Поиграть Например в Rise В FIFA В Killer Instinct И так далее Еще разыгрывали Xbox One То есть Выходил Человек Которого я не помню Как всегда имени Плохая памятная имена Вот И из пушки Выстрелил майка С надписью Xbox One Кто ловил эту майку Тот Ну разумеется После релиза Предзаказ Короче бесплатный Да Вот получает этот Xbox One Вот Когда Причем Все об этом узнали Уже после Того как В общем-то Вся эта история За майками особо не гоняли Да Ну то есть я стою такой Как бы пил 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 Короче Он постреляет майком Я думаю я и так Майку это получу А те кто поймал что пойдет там В специальную зону Будет играть там В супер игры Как бы И получит Xbox One На старте И подшипятки Подшипятки такой Я же это урод А там реально чувак Короче Поймал Который вот прям Подшипятки Немножечко ниже А тот выше И тот его поймал Вот так вот Просто как подвязку Знаешь Дебил такой Выпрыгнет такой Поймал И подшипятки И подшипятки такой Да я же это уроду Могу Работать Прям там Можно было бы Вот это да Вот но в итоге нас успокоили Все равно все все получится Хорошо А Поймал Смысл ветеринки Вот Был Call of Duty Был Золотайкун Тебе что понравилось? Мне понравилось Золотайкун Золотайкун Да Гладишь слона Золотайкун В старе Закиров меня продрал Два раза Один раз Я смог его Так сказать победить Но это просто кошмар Реально Закиров играть невозможно Но все же все есть Комбо Есть Быстрый Вот это вот все Есть Клевый графон Есть Все клево Киллер Инстинк Надо ждать обязательно Но все оставшееся время Я провел за фифой О которой кстати мы чуть позже поговорим Подробно Да Помимо этого Помимо этого Я видел Видел Собственно Презентацию Destiny Но это был ролик Который показали всем Через два часа После того как ее видел Ну я Честно говоря После Titanfall Мне что-то странно Но они немного разные Все таки И И ведьмака Но ведьмака кстати На игромире Насколько я знаю Будут По моему играбельной версии Не будет Но журналистам будут давать поиграть Есть Вот Да Спасибо Соня Итак Я ездил Как уже сказал Илья Леонидович Леонидович Ездил От компании Sony И смотрел На выставку И вообще практически не ходил Там кошмар Sony сделали очень классно Все разместили В конференц залах гостиницы В которой мы остановились И я посмотрел PSN линейку Те самые 20 игр Которые Которые Были анонсированы В ходе пресс-конференции Sony Можно было В них Поиграть Прямо там Не во все 20 Но В несколько По крайней мере Точно Среди них и Рейн Среди них Helldivers На стенде Можно было поспелять Даже Ну Прям Я Люблю дома Играть Как-то Тише Это сложно На выставке Играть Поэтому Не надо Ты когда не был На игровой выставке Как посетитель Нет Я на геймском Абсолютно задумался Об этом Вот если Вы думаете Вот Если бы я сейчас поехал В геймском Я бы оттуда ушел У меня только вот ушел бы Вот это всего Реально Если бы я был обычным человеком Он просто любил игры Как бы и так далее Я бы просто Зашел бы и вышел Потому что Это кошмар Это реально кошмар К играм не пробиться Игромир Это просто латте На игромире Можно во все поиграть На геймскоме Ни во что нельзя Поиграть Если ты обычный человек Но если ты там Нереально не дрочер Который готов там Три часа Стоять в очереди Нет Подождите Соня на стенде Вот В интертеймент зоне Там было просто Много интересных вещей Которые знали не все Но в Тервуине Все хотят играть Там все равно Была стабильно Одна приставка свободная А все остальные были заняты А Ольфенштейн Ну все видели Вот такая вот очередь Причем Там же стоят Потому что Не было Ханзона Насколько я понял Общего Он был общий всегда Короче Так или иначе Извини пожалуйста Если вот вы были на Игромире Там и думаете Что на Игромире Какая-то там Сложность и так далее Поверьте Тут вопрос на эту тему Давайте я договорю Итак Среди моих фаворитов Во-первых Папетир В который я уже играю И буду писать лицензию Посмотрел презентацию Вдохновился Сам вызвался этим заниматься Игра красивая Изобретательная В чем-то Во всяком случае Такой подачи Именно Это игра Которая похожа на спектакль Ну то есть Это вот Куколь Это и есть спектакль Да И Helldivers Вот мы недавно тут играли В Diablo 3 С Артемом Камалятовым Вчера В нее тоже можно играть В несколько ром На одном экране В Helldivers Все гораздо веселее Про Diablo 3 На консолях мы еще поговорим Helldivers Это игра в которую Нужно играть вчетвером На одной консоли Соответственно на одном экране И вы исполняете Роли космических пехотинцев Которые десантируются На пустынную планету На рандомно сгенерированной карте Должны выполнить Несколько заданий Тоже рандомно разбросанных Поскольку это игра От создателей Мэджика Что самое сложное Не убить напарника Да И там вообще Мы играли вместе с разработчиками Все орут Я ору Разработчики орут Логвинов орет Просто отлично То есть казалось бы Helldivers Небольшая игра От создателей От небольших создателей Небольших игр Но Безумно динамичная Увлекательная И в общем-то Там обещают Какой-то очень интересный Мультиплеер И социальные Какие-то функции Поэтому я думаю Что это вырастет во что-то более Глобальное Вот Ну и вообще Вся PSN линейка Там была еще Например Counter-Spy игра Которая Похожа на старый Флэшбэк В дикое Cell Shading Угловатое Все С очень интересной Стилистикой И Контраст И Рейн Опять же Поэтому PSN линейка Да Умеет Умеет Работать с небольшими Компаниями Потому что еще Как сразу Ну как же так небольшая Компания выпускает Хорошую игру Но есть такой предрассудок Конечно И об этом мы еще поговорим И Sony как раз умеет Из небольших компаний Выжимать такое Что в общем-то всех поражает Они просто приводят свою Студию Санта Моники Или переводят эту Студию Санта Моники И учтая работу И учтая работу Там все ок Там все ок Да Вопросы Звоню Давай Давай Вот Поэтому Да Мне больше всего Мне нравится Как это? Это 20 загружаемых игр А я-то думал Они 20 блокбастов Где мои бальшеры идут? Да Алло 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 Здравствуйте 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 Всем с возвращением Спасибо Хотелось бы задать вопрос Да По поводу Oculus Rift Как вообще Оцениваете технологию Попробовали ли И вообще Как За ней или будущее Вот И лучше Она в принципе Технологически Да Как эволюционно Лучше ли приставок Которые предлагает Там Вот сейчас Sony Спасибо Спасибо вам Сразу ответ Мы не попробовали Подожди Что такое? Или ты попробовал? Подожди Как бы Во-первых У Трифонова на стенде War Thunder На War Thunder Да Вот Это был кстати Один из немногих Удивительно Один из немногих стендов Вообще Это русский был стенд Один из немногих стендов Один из немногих стендов Один из немногих стендов И там Показывали War Thunder Вот Ты посмотрел Я Просто Тебе не было Мы после этого Туда улетела Мы на следующий день Общались с Витя Зуевым Это единственный Из первых рук Что называется История И он говорит То что это действительно Другое ощущение И его затошнило После Какого количества Путаешь игры Витя Мы были на War Thunder Витя рассказывал про то Какого неожиданно Пригласили на Ил-2 штурмовик И вот Ничего не подозревая Пришел Оказалось Ну кстати На War Thunder Да У них тоже есть поддержка Вот И собственно да Извините Ил-2 штурмовик Все про самолеты Уже просто не могу Вот То что действительно После какого-то времени игры Его затошнило Что Теряешь ориентацию Не очень удобно Как бы управляться Поскольку ты не видишь Своих рук Ну это Это кажется Что в принципе отдел Зачем видеть руки Ты тоже не смотришь На клавиатуру Когда играешь ВСАД И так далее На самом деле Нужно Просто ну как бы ты Хоть как-то Каким-то Посредственным зрением Все-таки это видишь Вот Но это абсолютно Не технология Которая может заменить Там ПФ4 Ну да 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 Игбокс Ван Или Вот Плюс к всему Разрешение 720 Что в общем-то далеко не дает эффект Такого прям супер присутствия Но Очень многие разработчики Поддержали Очень многие разработчики Около Срифт Относятся именно как К Нексгену Нексгену Потому что Нексген Дает Именно с физической точки зрения Ощущение Которые Ну вот я считаю что Около Срифт Это такой Шаг в сторону Виртуальной реальности И научной фантастики И обыграться там Да И обливаться Обливаться Слушай, ну как технология Мне Около Срифт Нравится больше чем Кинэк Мув Смартглаз И так далее Ну потому что это то самое будущее Да То есть Виртуальная реальность Вот В большом счете Так Давайте поехали дальше У нас есть еще вопросы Давайте Алло Да Всем привет С новым сезоном всех Спасибо И вас тоже Да, у меня такой вопрос В общем Какой консолью больше все-таки Интересовались именно Обычные игроки И посетители Ну примерно 50 на 50 было Или У какой-то консоли Было определенное преимущество Между игроками В этом море ада Мы не успели поинтересоваться Геймеров Вонючих И так далее Определить Такое количество Из этой толпы Из этой массы Просто потных людей Так сказать Относится к Иксбоксу Или к PS4 Было попросту невозможно Поэтому Наверное Самая объективная сейчас Статистика Это Статистика В различных магазинах По предзаказам Редирует PS4 Ну Я Был очень много В интердеймон зоне Заходил туда постоянно Мне показалось Что Просто поровну А Прямо Какое-то определенное внимание Там было не к консолям Как я уже сказал Были огромные Очереди Около Вольфенштейна Titanfall Вольфенштейн Это как Кстати Парадоксальная ситуация Потому что Я прошел демку Вольфенштейна Она показалась мне Диким вообще Банальным говном Потом Я встречаюсь К примеру С Осановым Он мне говорит Ну не знаю Стас А я играл в другую демку На Е3 И она была Такая-то Такая-то Я такой Ну ладно Окей Потом Встречаюсь еще с кем-то Мне говорят А я вот тоже играл в другую демку Она была такая-то Такая-то Я такой Парни Слушайте Я играл совсем другое Это полное дерьмо Ну не знаю Короче Я честно видел другой Вольфенштейн Какой-то Ничего хорошего В нем пока я не видел Останово кстати очень понравился Он сказал то что Сохранили дух старой школы Если бы я это видел Мне бы это тоже понравилось И мне бы понравилось Я просто тоже не видел С секретами Короче Которые ты там через Воздуховодники Как бы находишь Вот При этом все это как-то Внедрено в историю И не в несмысле Как раньше Там я просто прошел через стену Потому что тены там нет Вот А как это было объяснено С физической точки зрения Как бы И вообще то что он рассказал Ну Такая шутанка Я боюсь Таких шутан А что Короче я предлагаю дождаться Каких-то более развернутых Видео Или просто релизы Игра выходит осенью Что предыдущий Ужинштейн Да Дело не в этом Они издатели Давайте следующий вопрос Ладно Алло Алло Да Здравствуйте Здравствуйте У меня опять вопрос из серии Microsoft против Sony Могли бы как-нибудь Поподробнее Освятить ситуацию Что там с Microsoft случилось Почему они от стима своего Отказались У них Да У них У них Ну да В общем Спасибо Давай я расскажу Здесь Да Давай Я бы сказал сказать Что это было не совсем Это была не совсем Пресс-конференция Это была вообще не Пресс-конференция Скажем так Microsoft представил свой Showcase На который Собрал журналистов Которые Приехали туда И под закуски Как бы И напитки Смотрели Линейку Microsoft А то есть Не было зала Не было кресла Это не было Вот это Всего Нет Просто приехали журналисты И смотрели Вот Причем Я туда даже не поехал Потому что сказали Забей Вечером будет Community Party И там можешь спокойно Поиграть как бы На Next Genie Как хочешь Так и хочешь Microsoft Ну объективно говоря Со сцены Было показывать нечего Ну потому что Как бы Zoho Tycoon Ты понимаешь Что это круто Реально Когда ты начинаешь в это играть Вот Call of Duty Это Call of Duty В Killer Instinct то же самое Нужно как бы поиграть FIFA Все вот здесь уже Это FIFA Вот реально Но ее Это не продающий тайтл То есть по большому счету Какой-то прям такой Ударной силы истории Это Titanfall И Rise Кстати Который На секундочку Не то говно Что мы видели на E3 Это реально так Они подтянули Технологию Kinect Они подтянули вообще Весь этот процесс И ну Это кровавая Жесткая Такая прям Ого-го игра Разумеется без всякой Исторической Подоплеки Просто Crytek Да Crytek А издает Microsoft Microsoft Это эксклюзив Это эксклюзив Точно? Да Ладно Слушайте Да Короче Короче Вот А по поводу противостояния На самом деле Если уж так По-серьезному Microsoft Все ждали чего Что как бы Они на геймскоме Должны сейчас все Прямо реально Приявить Чтобы короче Восстановить свой статус Кло По отношению к Sony Они решили этого не делать Они решили вообще Не торопиться Как мы видим в общем По запуску Иксбокса На российской территории И на ряде На ряде других Европейских Территорий Глажу слона Понятно Вот И Сейчас они делают Ставки именно на игры На самом деле У них есть очень крутая тема Вот с FIFOI Вот Со всеми вот этими играми Это вот прям очень То есть специальный бандл Иксбокса Дополнительные возможности На иксбоксе И так далее То есть Они идут свои Свои дороги Они решили Не Не воевать Как бы Они поняли то Что пиар война На 2013 год Она проиграна Ну вот правда То есть С точки зрения Вот этих вот Обменов так сказать Какими-то колкостями Это уже не Майкрософт Просто Ну в общем да Поэтому Они подумали Что у них во первых Есть американский рынок Куда Sony Ну при всем уважении Вот И у них есть Как бы Достаточно сильные стороны Эти сильные стороны Были показаны журналистам Журналисты это восприняли И В общем-то Рассказали на странице Своих смертей Ну я согласен Если бы они вдруг начали сейчас Суду Это было бы Аносировать какую-нибудь ерунду Это была бы Горячка И не в духе И последний вопрос Давай Алло Алло Здрасте Здрасте С возвращением вас Очень рады слышать Видеть вас Прям очень-очень Спасибо И вопрос Как вы относитесь К косплею И к косплеерам В частности Много ли их было На самом Гримском Спасибо До встречи Коротко Да Очень много Да Хорошо Когда это не я И не мои друзья Ну вы любовались А если это Женя Если это Женя Наверное тоже неплохо На самом деле Когда девочки косплеят Это нормально Когда мальчики косплеят Ну или они геи Или они не геи Подожди Илья Ты сейчас включаешь Какую-то полную херню Из серии Андрея Подшибякина Косплей Это когда ты изображаешь Героя своей игры Чувак может нормально Заморочиться С костюмом Там мастер чифа Ну в принципе да Просто я Очень редко видел А нет Кстати Мы видели На Геймскоме Кстати даже не на Геймскоме На Игромире Вархаммер Да нет Вархаммер нет У меня есть отличный чувак Который изображает Джокера Да Вот он делает это Прямо вообще супер Без всяких вот этих вот Просто у меня да У меня сейчас что-то Какой-то тумблер сработал У тебя знаешь что Он встал перед глазами Ты понимаешь Да Сказать тебе кто Сказать тебе кто У тебя встал перед глазами Вот это он С его порталом Я тебе говорю Ну ладно Ну ладно Конечно Слава богу Но эти люди Дискредитировали косплей На корню По это Поправили Объяснили И так далее На самом деле Просто Просто В России это опошлина Да не важно А в Европе Нет И на геймскоме Реально Обычные люди Без всяких То есть например на игромире Собирают косплееров Перед игромиром Ты видел фотографии Из блога Галенкина С косплеершами С геймском Они жирные и страшные Нет Они всякие Их много И Галенкин говорил Что жирных и страшных С каждым годом На геймскоме Все больше Людей вообще Геймском в этом году На секундочку Как бы Побил рекорд Рекорд Да Рекорд Короче По посещаемости 340 тысяч человек 340 тысяч Я Ну как бы Для сравнения На игромир Каждый год приходит Где-то порядка 100 тысяч человек Ну вот И смотрите При этом Как бы Ты еще носишься Там же огромные Вот эти территории На выставке Ты носишься между ними Ну короче Е3 мне нравится больше Давайте дальше Да Так У нас же были летом Не только игровые выставки Да Вот например Едва закончивший Говорить Илья Овчаренко Леонидович Ты вообще Может ты про фифу Попозже расскажешь Давай Стас Давай Ладно Стас ездил в Монпелье Смотреть Реймонд Ориджинс Рецензию на которой Леджинс Леджинс На Ориджинс тоже есть Рецензию Реймонд Леджинс Реймонд Леджинс Очень хорошая Я поставил Е9 И про командировку Свою поездку Я рассказывал тысячи раз В трансляциях А те кто ставит Низкие оценки Дураки Да На самом деле я нашел только одного Такого человека Который поставил низкую оценку Он работает на очень-очень Неизвестном сайте Хорошую Косплеер? Почти Рядом Косплеер Беларусь Слушайте ладно Забили короче Как мне показалось Еще в Ориджинс было понятно Что там очень здорово все будет с Реймоном Прить Да Да И Леджинс это просто не next level Это highest level Установлена очень высокая планка Преодолеть которую будет очень сложно Там куча всего на самом деле Самое крутое Ты просто играешь И получаешь удовольствие Он выливается на тебя Вот так вот Ну это правда 2D футбол Прекрасный платформер сам по себе С декорациями С секретами Бонусами Там мини-играми И когда она выходит? Она уже вышла Она вышла 30-го Ты уверен в этом? Да Просто я тянул с рецензией Чтобы поиграть на Wii U На боксе На PS3 На ПК Чтобы понять Есть ли разница Я опять же в рецензии сказал Если у вас там бокс PC или PS3 То все равно Реймон Леджинс Можно купить Не обязательно покупать себе Wii U Для него Или Vitu Да Там менее инновационный Конечно функционал И так далее На платформах этого поколения Но Игра Такая же замечательная Я ее прошел на PS3 И вообще ничуть не поживел Очень крутая Я ее в принципе и до этого хотел Мы же играли в демоверсию Когда Когда была Origins, у людей еще были какие-то сомнения. То есть она нормальная и какая-то средняя. Может, вы там поговорите? Все, извини. У меня не было, кстати, проблем с Origins. Короче, нет, проблемы с Origins были, ну, серьезно, все считали, ну да, хорошая игра там, хорошая игра для семьи, хорошая игра для детей, да, вот это уже раздражающе. А, Legends, это на самом деле то, отчего ни один игрок отказываться не должен, если он любит платформеры и даже блокбастеры. Это платформенный блокбастер. А какие принципиальные проблемы были в Origins, которые скрывали Legends? Блин, я думаю, просто там была какая-то нехватка разнообразия контента. То есть там они отлаживали, а тут они отлазили. Тут они все настолько отлазили, они структурировали огромную кучу контента. Там не было. Да, там не было футбика, и без футбика тоже было нормально. Футбик это реально очень, очень крутой довесок. То есть даже без него Legends была бы великолепной игрой. Но футбик ты сам видел, да? Это все. И музыкальные уровни. Музыкальные уровни. Ну и десятки там. Подожди, тут такой нюанс, как выглядит музыкальный уровень. То есть это может быть уровень на время, ты бежишь, преодолеваешь какие-то препятствия, а музыка играет в ритм. То есть ты сам того может быть не хочешь, но ты в ритм будешь нажимать кнопки, играть и интернет заставляет. Ну как в демке было, когда ты там развиваешь объекты, пролетаешь через арки, что-то взрывает. Короче это очень здорово. Ну это круто. Рэймонд Legends. Да. Я просто не понимаю, как эту игру вообще можно видать всякие. Можно. Потому что Рэймонд всегда был чем-то средним. Между вот этими легендарными платформерами, про Марио и так далее. И между всяким инди. А теперь она стала вообще самостоятельным крутым суперхитом. Ну да. Вот такой хороший Рэймонд. А ты у нас ездил в Мадрид смотреть FIFA 14. Да. Давай, что там? Футбольщик есть? Вот тут есть как бы. На самом деле мы уже FIFA увидели уже после Мадрид. То есть в Мадрид мы летали в начале июля, по-моему. Потом Андрей полетел в Барселону смотреть. Да. Потом, короче, Андрей полетел в Барселону на заключение, как бы, ну так точнее, о анонсе сделки FIFA и Барселоны по поводу там специально выглядящих игроков и так далее. Да. И после этого мы еще видели FIFA на Gamescom. Правда, тут есть какой-то такой нюанс. Эта игра вообще не умеет надоедать в принципе. Но мне, по крайней мере точно, про Стаса, да, ходили легенды то, что прихожу на стенд Electronic Arts, Стас стоит играет FIFA. ФИФУ. Прихожу через полтора часа, Стас стоит играет FIFA. Прихожу через три часа, Стас стоит играет FIFA. И я просто... Наш друг Андрей из Electronic Arts просто счастлив как цифа, потому что, ну правда, как бы мы все готовы играть FIFA всегда и каждую секунду. Я три-четыре часа наиграл на Gamescom. Фу вообще. У вас там своя жизнь. На всех приставках. В Мадриде мы просто видели как бы какую-то такую первую итерацию, когда FIFA показывали, там она была готова на 70%. Вот. И в общем-то, ну, это прекрасная игра. Вон мы со Стасом играем в превью. Да. У нас теперь есть превью-версии, и в FIFA 14 у нас теперь тупо в редакции. Так что, окей. Вот. А я, в свою очередь, недавно вернулся из Лондона, где до Pax Prime, которая проходила с 30 августа по 2 сентября, показывали мне... Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition. Что бы вы думали. И она крутая. То есть, я не могу сказать, что я фанат Dragon Age Origins. Я не могу сказать, что я фанат Dragon Age 2. И могу сказать даже, что я наоборот хейтер Dragon Age 2. Она в свое время произвела на меня очень позитивные первое впечатление, которое быстро омрачилось всеми известными проблемами этой игры. Тем не менее, Dragon Age Origins была достаточно интересной и неожиданной в свое время. Для того, чтобы нивелировать, в принципе, негативный опыт общения с Dragon Age 2 и поинтересоваться тем, что же происходит в Dragon Age Inquisition. Что происходит? Кому интересно? Кому рассказать? Что вас интересует? Все читали мое превью? Ааааааа Ааааа Аааааа На самом деле, у меня один вопрос. что я начал когда начал разговор с разработчиками первое что я сказал что игра выглядит как skyrim если бы она была сделана боевая и они такие что они такие вот так примерно но это действительно это это самая емкая наверное характеристика тоже я сейчас скажу по мне было бы очень круто если бы dragon age перестала быть коридорная система когда ты там нет коридор отлично все уже плюс там есть глобальная карта с расставленными на ней локации каждая локация этот здоровенный сэндбокс который больше чем вся драгона h2 вместе взятой каждая локация то есть там пустыни земли нежити города какие-то условные фэнтезийные очень куча локаций между ними ты перемещаешься по глобальной карте но внутри у тебя абсолютно свободное перемещение и по поводу одинаковых шаблонных подземелье штампованных сразу там нет подгрузок вообще на этих локациях то есть ты видишь дыру в скале тебе спутница такая говорит слушай а чуть там за дыра в скале час драконом разберемся замок сходим и пойдем посмотрим и ты спокойно разбираешься с драконом которая битва с которым не выглядит как наш обведенные кружками уроды вокруг которых куча цифр а то есть там такая с каримовская битва с драконом все он летает и такой давай сюда ты не убегаешь он падает и прочее прочее плюс вернулся тактический режим то есть это пауза ты и ставишь чуть-чуть взлетает камера ты даешь команды ты можешь вообще не пользовать да но нет и паузу ставишь отпускаешь и все происходит ты можешь и переключаться при этом между персонажем вот заходишь замок замок ты можешь зайти через парадные через задние через канализацию а может стал сом залезть короче убить главного урода пока вообще ничего не подозревает вот и соответственно это вообще ничего не грузится а замок ты потом можешь назначить определенную функцию приносит ли он тебе деньги приносит ли он тебе ресурсы обучает ли он каких-то там дополнительных тебе людей потому что инквизитор твоя задача на всех этих локациях увеличить градус влияние инквизиции потому что в мир пришли демоны начался хаос и надо отнести христово слово отыскать народ и то есть такой интересный стратегический элемент христово слово а дом свой можно иметь тогда у тебя сеть замка сеть вот но в общем это все очень любопытно плюс ну как бы frostbite который позволяет если не знает физический движок баттлфилда который позволяет все равно совсем да вы штурмуете замок видите что вас с моста обстреливают лучники разгоняетесь бьете по опорам моста мечом он рушится все с визгом падают вниз и умираем вы видите что деревня атакуют какие-то уроды но не хотите атаковать их в лоб потому что слишком много вы жжете их галеры и они не могут отступать пока вы бьете в тыл ну то есть это выглядит все это на этапе вот этого анонса и презентации очень привлекательно один недостаток 2014 год осенью то есть ровно год еще и что нормально нормально подождем фол 2014 вот так что вот такие у меня вопрос нет вопрос да тогда дальше во что же кто же мне говорят молчать потому что я фоню приплюсти в голубь да извиняемся за технические трудности понимаете сами без них никак это ж мы давайте поговорим со стасом и женей о том во что не во что было играть да во что мы играли пока все остальные как дураки были на дачах а мы как молодцы в пыльном городе в лет ну что с тебя начнем или с меня начнем начнем с нас да brothers a tale of two sons соу отличная игра игра мы вспоминали вольфенштайн вольфенштайн сейчас делает компания которая называется по-другому это та же самая частично компания которая разрабатывала раньше дарт нас ридика и так далее то есть старбрид студию brothers это тоже старбрид студию но при этом это и лучшая часть и эта игра двух братьев управлять которыми нужно всего с одного джойстика всего лишь стиками и курками перестань пожалуйста это держать поле спасибо да я прочитал спасибо что происходит короче говоря ладно я тебя поддержу игра вышла изначально на боксе в итоге она вышла в начале сентября и на пика и на ps3 на пика в нее даже можно играть и почему-то никто не мы стас поставил высокую оценку мы протранслировали эту игру мы ее дико за расхвалили я всем они рассказывают но все-таки загружаем и игра я лучше пойду пройду сплинтер цел там десять часов потрачу 14 или где мое бюро где мое бюро при том что что браузер тусанс она идет всего там от силы два три четыре часа ну ладно четыре часа там на все зависит от того сколько вы будете срываться со скалы сколько вы будете рыдать там конца зависит от этого может быть и все восемь часов причем некоторые люди умудряются говорить то что мая малый хронометраж это еще и минус почему-то я вообще этого не понимаю это огромный минус остальных игр что они такие длинные вообще-то длинные и кривые и не доделаны и повторяющиеся короче абсолютно великолепная игра рекомендую всем вышла уже везде петя мне написал смс-ку когда я был в голландии по моему даже чувак про шоу-бразерс лучшая игра да отлично так что такое двойное котирование сейчас всячески рекомендуем игру илье вот да который нем блинчики да так что обязательно поиграйте на реально концовка когда когда начинается как мы не можем рассказывать о конце нет я я так скажу когда начинается концовка этой игры она кажется тривиальной ну то что такое а ну в общем да окей это было предсказуемо но потом когда эта концовка продолжает но ребята поверьте гум-хум да я заранее хочу сказать то что у меня нет нет такой проблемы то что мне не во что играть я себя поймал на том уже в конце августа или начале сентября что тупо еще не успел очень много игр поиграть там какие-нибудь там не знаю фейды и 2 хорошая игра мне кажется я youtube пропустил и не вернусь к ней в августе или там в июле меня дважды нормально так прикрыла первый раз это была бразерс и непосредственно до того как я уехал на gamescom это была игра под названием голлун хоум ган хоум который идет у кого-то до 100 минут о том о чем эта игра конкретно я написал в рецензии довольно подробно а вот петь у меня к примеру недавно спросил стаса какая была там в твоей жизни самая страшная игра я понял то что одна из самых страшных игр в моей жизни это было именно ган хоум при том то что в ней нет никаких зомби и никакой там расчлененки нет ничего такого что мы видели той же самой evil within который веками называет там страшнейшей абсолютной игрой там нет ничего такого ну да я тоже опять же не буду рассказывать нюансы потому что она идет всего 100 минус просто извини здесь просто отдельный нюанс еще в том что стас написал под заголовки к лицензии что ган хоум это новый виток в развитии стори тэрлинга видеоигры да однако этот тот новый виток который почему-то не ну никто на него внимание не обращает вот соответственно о таких играх надо было знать как можно большим количеством людей слушай вот на самом деле как ты вчера опять же сказал то что этих новых витков очень много их никто измечает brothers это тоже очень круто инновационная игра это тоже виток никому не нужно вокруг принтер цел лучше пюро конечно же вот да это не больше раздеться небольшим подожди да это не большие но важные игры слушайте все очень просто это абсолютно такая же ситуация как блокбастер в кино нормально все это не удивительно большая часть людей не хотят и не умеет думать и касательно того почему это новое словоwarm стори тэрлинги вот именно поэтому потому что игра не являясь коваром при этом является страшной игра игра, не имея никаких в своем игровом процессе особых геймплей экшен, стрельба, враги или каких-то ярко выраженных головоломок, огромная машина, механизм, давай решай, что это такое, не имея ничего этого, она тебе рассказывает потрясающую историю про Gone Home и создает такую атмосферу, что ты на самом деле половину игры занимаешься чтением каких-то записок с огромным интересом, а вторую половину игры ты просто стоишь в темном коридоре и ничего не понимаешь, пытаешься создать вообще, что происходит. Это сложно сочиненный контекст, о котором ты говоришь, это контекст, который будет понятен людям, которые прочитали в своей жизни больше 10 книг, по крайней мере. Это контекст, который нужно воспринимать, не надеясь на какое-то действие, по большому счету. В смысле? Ну то есть ты с открытым забралом идешь в игру, которая по большому счету с тобой играет, а не ты в нее. И здесь есть очень большой нюанс, не все люди готовы к этому просто, мне кажется. Но Стас совершенно прав. То есть, грубо говоря, интерактивные новеллы, которые многие назовут, так сказать, Going Home и так далее, она не является, по большому счету. Это игра, которая совершенно другими способами, кстати, к вопросу о Дэвиде Кейде, который все равно, несмотря на все его вот эти вот рассуждения про новое слово в донесении, в интерактивное взаимодействие с игроком, на самом деле вот игры типа Going Home намного больше. Going Home. Вот это все. Намного больше дают с точки зрения вот именно взаимодействия и нетривиального взаимодействия, нежели чем любая игра Кейджа, включая будущую Beyond. Любые две, да. Любые полторы. Как Фарангей. Но при этом, кстати, ты вот сказал, что Going Home играет с читателем, а все игры играют с читателем, на самом деле. Они все играют. И Герсопор играет с читателем. Вот ты, кстати, сейчас по Фрейду оговорился. Вот Going Home играет с читателем, а остальные игры играют с игроком. ГОНД ХОЛМ! Да я не умею. Все, иди. Господи, вон напиши. Любая игра играет с читателем. Играет. С игроком. Ой. С игроком. При чем тут Фрейд? Ну, читатель и игрок. Это одно и то же, на самом деле. Ну, это понятно. Это все одно и то же. Короче говоря, ты понял, о чем я говорил? Да. Они поняли. Это абсолютно одни и те же механики. То есть, в Gears of War и в Going Home они работают одинаково. Только в Gears of War появляется огромный мужик, и ты должен его убить. А в Going Home появляется нечто другое. И ты уже должен подумать, что ты сделаешь, там, убежишь, или что-то подумаешь, или что-то прочитаешь. Вот что-то такое. Каче-то менее очевидная игра. Да, это более тонкие истории, более тонкие материи. Но мне кажется, это очень ценно. И плюс этим играм, плюс к тому, что они могут стать массовыми, это реальный хронометраж. Ну, камон. Три-четыре часа. Сто минут. Ну, война. Ты много людей знаешь, которые, грубо говоря... Да и знаю, я мало людей умных. И красивых, стройных знаю, мало людей. Ну, короче, живем надеждой на лучшее. Нет, надеждой. Просто я тебе говорю. Мы говорим, и все время просто... Это уже в котором хот-лайне поднимается вопрос. То, что вот почему так мало там будут играть Brothers или Gone Home. Ну, как бы парни. Но это мейнстрим. Это, точнее, это не мейнстрим. И он не будет им никогда. Да. Потому что люди воспринимают игры, многие, даже не как игрушки для детей. А как вот прийти... Вы, наверное, не смотрели как бы сериал с этим, с Kevin Spacey, как же он называется? Карточный дом. Да. Вот он, вот там он показывает абсолютно, как, грубо говоря, у него есть PlayStation 3. Так. И он там играет в Call of Duty. Убивает. Причем он приходит такой, знаешь, после... Как бы, ну, секретарь правительства, секундочку там... Я одобряю его досугу. И он реально такой... Да. Играет в Call of Duty. Все. Какой Gone Home. Да, да. Ну, вот. Окей. Ну, ладно, мне хотя бы радует, что мы не отрицаем какую-то ценность этих. Нет. Безусловно. В новом сезоне. В новом сезоне мы не отрицаем. Ура! Огромное количество. Ёма. Огромное количество людей просто использует игры для приключений, а не для того, чтобы... Ну, мы поняли. Ладно. Так, у тебя. У тебя было мейнстримовое лето. Ой! Да, на самом деле, мейнстримовое, мейнстримовое. Во-первых, от безысходности полной. Я пытался попробовать Kingdom of Amalur большего говна. Я не видел в своей жизни. Выключил практически через сорок минут. Драгонс Догму еще сыграет. Самое спешное, что после Kingdom of Amalur я вставил Драгонс Догму, потому что я хотел, что-то типа Skyrim, но не Skyrim. Потом я бахнул на все рукой, подумал, что хрен с ним, с драконом не прилетает и не прилетает и запустил Skyrim. В итоге дракон прилетел, я провел у него еще часов, наверное, 10-15. Это лучшая игра в мире. Просто кошмар. Я тебе говорю Best RPG. Да, Best RPG однозначно. То есть нет ничего даже близкого подобного. Такое ощущение, как будто заново начал. И это действительно... Я боюсь включать. Это еще DLC не загружал. О-о-о! Привет, да. А я просто вообще DLC не очень. Вот Петя у нас любит всякие там. Это DLC? Skyrim это единственная игра, для которой я вообще, в принципе, играл в DLC. Единственное. Здрасьте, приехали. Иди зону. Ну вот. И все. Сейчас ты умоешься. И все. Сейчас ты умоешься. И ты умоешься, да. Нет, нет, нет. Сейчас ты что-то... Ну это ладно. Градилости как с кому? Короче, ладно. Скорим, как был великий, так и остался великим. Помимо этого, был Планс versus зомби 2, которые помогли мне отлично долететь до Кёльна, отлично проводить время, когда я что-то ждал или что-то мне надоедало. Это, ну как бы, это Планс versus зомби. Просто вторая часть, еще лучше, еще круче в 10 раз. То есть, всем играть. Потом я забыл iPad. Нормально. Да. Вот. И, конечно же, Diablo 3. Да, вот про это нам расскажут. А что тут рассказывает, действительно. Blizzard сумели таким образом переработать Diablo 3, которая была ПК-эксклюзивом, что, в общем-то, игра как будто специально создана для консоли. Я с огромным удовольствием за три дня прошел ее полностью на Нормале, не встретил вообще практически никакого сопротивления. То бишь, на челлендж там рассчитывать было особо нечего, но провел время просто великолепно. Ну, реально. Ну, как бы, все, что я хотел. Я лежал на диване и убивал кучами монстров. Думал о своем, как бы, там, не знаю, параллельно чатился или параллельно сидел в Твиттере. Все, что угодно. Как бы, эта игра реально позволяет так делать. А если и в некоторые моменты ты вовлекаешься настолько, насколько ты хочешь. Вот и все. Это реально Uber. Uber вариант. Ну, то есть. И Tiny Thief, который, ну, просто… Это Rovio. В великолепный Rovio Stars, так сказать, открыли еще одну команду разработчиков, которые сделали восхитительный сессионный квест. То есть, там есть уровни, на каждом уровне вам нужно решить некую задачу, выбирая некие предметы и применяя их. Вот и все. Ну, Diablo 3 на консолях, правда, очень удобная. Я сейчас не буду ничего говорить, мы вчера уже что сказали. Ага, я видел. Не могли закончить трансляцию реально 3 минут, а потом уже 5 минут. Вот это реально как бешеная собака просто. В общем, если вам понравилась Dishonored, прошлогодний хит, то вам, во-первых, ни в коем случае нельзя пропускать DLC для нее. Не считая… Кто же первого, по-моему. Дануэлл Сити Трайлз, да. Найфа Удануэл отличная, но Бригмор Уитчис еще лучше, еще отличней вообще. Дело в том, что эти DLC, они не просто добавляют какие-то новые локации. Вот, кстати, как в случае со Скайримом. Новые враги, новые локации, новая отдельная какая-то история. А эти DLC дополняют историю исходной Dishonored и как вторая половина шара просто замыкают ее. И ты такой смотришь на все эти события, вспоминаешь их и думаешь… Да. И вот тогда у меня был вопрос, и сейчас у меня есть вопрос. Вот что вот в истории Dishonored не раскрыто в оригинальной игре? Я тебе расскажу. Да там вообще все было, по-моему, настолько очевидно. Мне кажется, там вселенную можно расширять, это интересно. Нет, расширять можно, я имею в виду данные конкретные. Поверь мне, короче, поверь. То, что там было в оригинальной части – это окей. В Найфу Удануэлл и Бригмор Уитчис просто показывается альтернативная сторона вопроса. И все. События, которые разворачиваются параллельно действиями. Фоннаты видят много нового для себя. Понял. Фоннаты, да. Фоннатов Dishonored достаточно. Если ты не фоннат Dishonored, то фига тебе. Не, я прошел с огромным удовольствием игру, но для меня она исчерпала вот момент, когда она закончилась. Поиграю в DLC. Да. И, собственно, все. Ну, то есть Brothers, Dishonored. Был еще State of Decay. Мы делали трансляцию, я писал рецензию. Повторяться не имеет смысла. Загружаемая игра для Xbox 360 скоро выйдет на ПК. Давайте послушаем вопросы. Так, еще раз. Насколько будут лучше игры по сравнению с весной и что нам ждать от осени? Да. Очень хороший вопрос. Это наша следующая тема, которая, в принципе, достаточно кратко будет освещена, потому что вы можете посмотреть наш анонс на сентябрь. Но если серьезно, то, ну, осенью. Я же ничего не путаю, PS4 же. Короче, PS4 19, если не ошибаюсь, в ноябре. Да. На 2 ноября Xbox One практически везде, кроме отдельных стран в Куча России. Ну, вы же понимаете. Да, мы же понимаем. Да. На самом деле, до декабря мы сейчас не будем вот этой всей историей заниматься. Все там очевидно. От Assassin's Creed до Battlefield это все понятно. У нас будет еще дохренища хатлайнов для того, чтобы обсудить все это. Но, во-первых, я считаю то, что, ну, жанровая игра года уже вышла. Это Last of Us. А это было, в общем-то, весной. Жанровая игра года. Это абсолютно жанровая. Я тебе объяснял, это ты меня просто не услышал. Так. Это первая взрослая и правильно сформулированная игра из мейнстрима, которые, ну, выходили вообще, в принципе, на этом поколении уже точно. В природе? Да. Короче, это идеальная мейнстримовая игра. Ну, вот такая. Да. Причем без вот этого вот всего. А просто серьезный, взрослый, четкий. Ты там про Bioshock что-то хотел сказать. Bioshock Infinite, который тоже уже, в общем-то, вышел. Всех поразил своим вот этим вот теориями и контекстом, как бы, ну, и шутом при этом. Вот. А из того, что я жду и считаю, что поразит меня, это GTA V. Больше я что-то не наблюдаю. Ну, вот, на самом деле, я тоже думал о том, что я жду, а уж я-то, наверное, точно ничего ждать такого не знал, но объективно посмотреть, все лучшее, по-моему, в этом году уже вышло. Кроме GTA V. Да. Потому что такие проекты, как, ну, ладно, понятно, что Assassin's Creed там продолжает расти и он тоже внушает доверие. Ну, есть еще Watch Dogs, да, да, да. Ну, не знаю, я это воспринимаю как рядовые блокбастеры. Просто, просто понимаете, у меня есть проблема. Я очень уважаю компанию Ubisoft и не потому что там работает Добродеев, а потому что она, например, хотя бы выпускает такие игры, как Raymond Legend. Да. Вот. Она не боится этой истории. Но все, что касается блокбастеров Ubisoft, это Assassin's Creed, Watch Dogs, Division немножечко подождем, Splinter Cell. И вот это вот все, оно выглядит, как реально братья-близнецы. Причем, как бы, одного бьют, другого, короче, тоже бьют, а третьего не бьют, но будут бить. И лучше уже родился, это по крайней мере. Вот, да. И пока что, да. То есть, я смотрю реально на Assassin's Creed и Watch Dogs и понимаю то, что это просто одинаковые игры в разных декорациях. Ну, я утрирую. Понятно, что тут-то у нас полу-гиберпанк, там ты взламываешь и так далее. А тут ты на песке пиратом взламываешь, ищешь клады, короче, и всякую такую историю. Башни захват. Ну, принцип один и тот же, да. Принцип один и тот же. Это конвейер по удовлетворению людских потребностей. Те, кто хотят играть в киберпанк, будут играть в киберпанк. Те, кто хотят в пиратской романтике, будут играть в пиратскую романтику. А дрочеры будут играть во все. И все купят много, 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 много. Меня это не очень впечатляет. То есть, если Синкрит, я вообще, для меня, после третьей части этой серии, я не знаю, что должно произойти со мной. Давай не будем про Синкрит. Я просто говорю, я в нее поиграю. Я знаю, подожди. Я в нее обязательно поиграю. Может быть, к четвертой части они что-то изменят кардинально. Ровно то же самое говорили про третью. Ровно. Может быть, к третьей, наконец-то. Ну, значит, мне кажется, что тогда закрыт вопрос. А вот с дочь, да. 19-го числа, в сентябре. То есть, вот, 19-го сентября я опять-таки лечу в Лондон. Смотри. А, да? Да. Анонсировал он, знаешь. Окей, Петь. И расскажу. Вообще. Да. Бешок шутан. Ну, это шутан, реально. А Last of Us это игра, в которой ящики надо двигать. Алло. Алло, да. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас все игры, это уже хорошо забытые старые. То есть, нововедений никаких нету, кроме поддержки каких-либо технологий. Ждет ли нас в следующем или в конце этого года какой-нибудь новый геймплей или новые идеи разработчиков? Только не в мейнстриме. Да. Пора бы уже. Только не в мейнстриме. Мы только что со Стасом обсудили две интереснейших игры. Убер. Убер нестандарт. Brothers of Tale of Two Sons, поверьте. Это игра, которая разговаривает с вами на вымышленном языке, как игра, как весь сериал Sims. И при этом вы все понимаете. Вы дико в этой истории. Вы дико в этой истории. И вообще. И App Store вас спасет. App Store, крокодильчик Swampy. Сегодня прошел крокодильчика Swampy 660 уровней. Кстати говоря, Петя, я об этом не писал рецензии. Больной. Реймор Ледженс, она настолько вообще далеко уходит в цитирование. Там есть очень много уровней, основанных на механике. Круто. Вообще. То есть, это вот вода, которая... Ну, то есть, там ты должен жидкости как... А, ну, будешь мы, кстати, в трансляции даже... Это же инкредиум машин. Ну, типа того, да. Ну, да. Кстати, на самом деле тоже... Ну, вот я говорил. IOS-устройство там есть. Там постоянно находят какие-то новые технологии. Тем более, тач-управление в этом очень сильно помогает. Обратите внимание на компанию Sony. Они любят нестандартные технологии и любят их продавать не за большие деньги. Это, кстати, очень большая тема. У Microsoft тоже это есть, такие какие-то попытки, но они в меньшей степени. Вот. И, как ни странно, от меня это слышать, обратите внимание на PC. Потому что сейчас на PC выходят на Steam, на Greenlight и так далее. Всегда на PC, я бы сказал. Всегда на PC сначала выходят игры, которые, ну, мягко говоря, нестандартные. Это Papers, Please. Это Go Home. Это там... назови еще три. Да и куча всего. А что касается инноваций, как это в мейнстриме, то символ этих инноваций это Watch Dogs. Ну, вот как бы вот все. Да, да, да. Серьезно. Ты смотрел геймплей? Вот... Так он про это и говорит. Я тебе говорю, это вот символ этих инноваций. Ты смотрел геймплей? Саркан. Ну, серьезно. Вот это символ инноваций. Ну, просто я посмотри... Я реально выдержал 14 минут. Я не смотрю на такие ролики никогда. Да. Вот тут я выдержал эти 14 минут. Но, честно, когда Ubisoft анонсировал Watch Dogs самый первый раз, это было на... Это была бомба. Это была супер-мега-бомба и казалось, что это просто невероятно. Сейчас это кажется... Ну, это восемь. Ну, что-то такое, да. Ну, что-то такое. Что-то такое. Меряешь восьмерка. Не, а это, понимаешь, это, кстати, для меня... Уже поставили. Я чем дальше, чем дальше, тем ближе к Стасу. Потому что я не могу. Я когда Call of Duty Ghost, короче, выйдет, я даже ее в руки брать не могу. Я уже в этом клубе практически сглаловую. Это убер-гавно. Это невозможно. Я понимаю, что это нужно людям, которые только-только познают игры. Пусть они это познают. Я не могу больше стрелять из М4А1. Это пустая трата времени. Вот, да. Мы это все видели. Поэтому не играй в Splinter Cell. Поиграем в Brothers. Нет, у меня есть по пятир. Вот. Тоже неплохо. Вот. Я его начал. Просто у меня тогда дико болела голова. Я заболевала. И поэтому я выключил сразу. Потому что я понял, что я сейчас могу просто себя испоганить реально. Как бы начало игры. И на этом все закончится. Но я прошел этот тренинг. Когда я дошел до этой вот... Как тебе кот жопой кверху летает? Это лучше вообще. Да. Но на самом деле, по первым ощущениям, честно тебе скажу, это не лучше, чем Little Bit. Это не бомба, короче. Это не бомба. Нет. То есть, Little Big Planet – это супер. Это вот прям убер. А вот это вот... Ну, то есть, там много очень арта. Там много очень... Вот этого... Я просто видел чувака, который всю эту историю затеял. Он рассказывал про то, как он черпает свое вот это вдохновение у своего сына. Как они вместе придумывают как бы вот это вот все и так далее. Ну, понятно, что там вот так это все. То есть, она очень камерная. И она очень не для всех. Ну, оценки хорошие. Но я тебе честно скажу, сколько ты... Я проиграл буквально минут 30-40. Я где-то часа два играл. Из этих 30-40 ты ножницы еще не нашел. Нет еще. Ну, вот, грубо говоря, 30-40 из этих двух часов полтора ты просто ножницами вот так вот по всему экрану. Я надеюсь, что дальше что-то начнется. Пока не началось. Не, она на самом деле не особо бомбовая. И ты сказал, что это не ЛБП. Но на нее приятно смотреть. Она не претендует на лавры ЛБП. Я вспомнил, кстати, еще одну большую игру в этом году, которая уходит. Это единственный блокбастер для ВИТА. Ну, после Killzone. После Killzone это... Фэнтези 10 Тиррэй. Это Тиррэй. Тиррэй, кстати. Тиррэй. Который его, скорее всего, можно будет сравнить с LittleBigPlanet. Я надеюсь... И к вопросу, кстати, к вопросу о супертехнологиях. Raymond Legend. Вот там реально ВИТА тоже нормально. И на ВИЮ, и так далее. Да и просто на обычных концовах. Я об этом уже говорил. Мы выйдем, я позвоню. Выйдет, да. Алло. И мне попроси. Да? Есть еще вопросы? Я не услышал ее ответ. Амнезия? Нет, да. Слушайте, давайте тогда прощаться по поводу новой амнезии. Скоро выходит новая амнезия. Просто, ну, все горячие новинки, которые мы ждем, мы, в принципе, обсудили с звонившими. Спасибо вам за ваше мнение и предложение. Скоро выходит новая амнезия. Я в нее обязательно буду играть. Сейчас я играю в игру Outlast. Вчера орал, сегодня чувствую себя некомфортно. Но могу сказать вам, ребята, что это игра... Не зомби-ю. Не зомби-ю. Не зомби-ю. Но, может быть, и зомби-ю. Может быть, чуть дальше начнется зомби-ю. Но пока что, ты знаешь, это игра, в которую нужно научиться играть. Это игра, в которой есть что-то кроме вот этого. Ты не можешь драться вообще. Видите, опять к этому приходишь. Опять приходим к одному и тому же. Но вы же понимаете, кстати, вот тут есть вот такой нюанс. Вот занавес. В Outlast ты не можешь драться. Ты понимаешь, что... Ты можешь только прятаться. А то, что мы через такие игры хрен когда популяризируем игры вообще... Они сами себя популяризируют. Мы им не нужны. Ну вот реально. Я тебе еще больше скажу. Я обожаю там Serious Sam. Я люблю стрелять. Я просто из разнообразия. Я хочу все популяризировать. Вообще все. Да, только надо как бы идти, кстати, через мой ненавистный и твой ненавистный Call of Duty. То есть начинать движение... Мы не нужны с Call of Duty. Ты видел, какие цифры? Какими тиражами она продается? Мне кажется, мы нужны. Мне кажется, мы нужны. Мы нужны. Мы не нужны Call of Duty как игре. Мы не нужны видеоиграм как явлению. Мы не нужны были бы на Западе. Мы не нужны никому. Мы не нужны были бы на Западе. А здесь мы нужны. Вот это вот проблема. Поэтому мы будем стоять. Присоединяйтесь к движению. Не знаю, как его назвать. В общем, спасибо, что смотрели. А на следующей неделе мы будем с ним бояться в Outlast. Да. Это важный анонс, который я пропустил. Спасибо с Ильей Овчаренко и Стасом Ломакином. Ланке. Аааа. Будем транслировать Outlast, орать и визжать и так далее. Женя Ольхова, Илья Овчаренко, Стас Ломакин, Павел Филюшкин, Николай Самбур. Первый блин комом! Дмитрий Эстрин. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго, друзья. Пока. Пока. Хороших выходных. Илья Овчаренко, Стас Ломакином.